В эфир телеканала 24KZ заступила дневная смена. Я Каижан Смогулов. Здравствуйте. Свыше 43,5 миллиарда тенге вложили инвесторы в туристические проекты Туркестанской области. С начала года такую новость сегодня опубликовал портал Информбюро. Это стало для нашей редакции поводом поговорить о развитии туризма в стране. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Вместе со мной в студии сегодня находятся официальный представитель национальной компании «Казахтуризм» Алишер Турсон. Здравствуйте. Вице-президент Евразийской ассоциации туризма Ханат Елиусизов. Приветствую вас. Учредитель ассоциации пляжного туризма, предприниматель Мир Верд Айдхаза Хаза. Добрый день. Здравствуйте. Кроме того, посредством видеосвязи с нами могут общаться вице-президент Итало-Казахской торговой ассоциации, член президентского молодежного кадрового резерва Олжаш Шантаев и генеральный директор Global Air American Express, член саморегулируемой организации казахстанской индустрии туризма Гульден Оспанова. Приветствую. Ну что ж, давайте начнем, если позволите, вот небольшую, так сказать, цитату из недавнего послания главы государства, поскольку в нем содержались те самые как раз-таки, как бы сказать, поручения, да, задачи, которые стоят перед отраслью. И вот, значит, давайте напомню. Цитата. В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах. Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алакуля уже модернизированы, предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катун-Карагая, Зайсана и Кендерля. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качества дорожной инфраструктуры. За счет фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации. Ну и вот в этой связи, господин Торсен, так сказать, что планируется сделать. Насколько я понимаю, когда речь идет о развитии, скажем так, авиамаршрутов и авиасообщений, удовольствие это не из дешевых. Да, действительно. Как вы и сами отметили уже, глава государства поставил задачу, чтобы раскрыть потенциал вот этих трех локаций, так скажем. Это, получается, зоны Катун-Карагай, Зайсан, Кендерля. Кендерля на западе уже, Магасталовская область, Зайсан и Катун-Карагай, они как бы расположены чуть ближе друг к другу, но очень такие интересные с точки зрения экологического туризма, дестинации. Сейчас идут полностью подготовительные работы совместно с Министерством транспорта Республики Казахстан, с которым у нас тесно идет сотрудничество и работа над этим вопросом. В том числе надо отметить то, что глава государства еще 13 июня дал поручение особо акцентировать внимание на трех основных туристических дестинациях. Это Матинский горный кастер, это Читинско-Боровская аккуратная зона и Магасталовская область, где нужно развивать пляжный отдых для внутренних туристов и для визыных туристов в том числе. И сейчас по нашим данным как раз таки идут все подготовительные работы промежуточные, мы будем периодически с вами делиться новыми данными. Я так понимаю, что если да, если мы говорим о том, что необходимо более активное авиасообщение, это ведь не значит, что нужны только самолеты, понадобятся еще и сопутствующие инфраструктуры. Скорее всего, да. Это также малая авиация и земля. Можно я добавлю? Да, конечно. Вот глава государства отметил, что были модернизированы взлетно-посадочные полосы на Алаколь, Балхаш. Но хотелось бы отметить, что все-таки этого недостаточно, так как мы были рады, что этот ремонт, эти работы были проведены. Ожидали, что борта, которые будут прилетать, уже будут большими, но, к сожалению, как раз-таки пропускная мощность, ее не хватает. То есть если строится... Пока еще маленькая, да? Да, да. Там стоит старый аэропорт, в нашем случае, в частности, да, это Алаколь, Уржар, поселок Уржар, и там стоит старый аэропорт, где даже в зале ожидания нет кондиционеров. То есть даже для внутреннего туризма это неприемлемо, что уж говорить о развитии международного туризма. То есть если делается взлетно-посадочная полоса, мне кажется, логично довершить эти работы, и все-таки, чтобы был соответствующий аэропорт, который может принимать гостей. То есть, по сути, эти проблемы необходимы... Ну, хорошо, давайте называть не проблемами, а, например, задачами. Их необходимо, получается, решать комплексно. То есть с постановкой вопроса не только по наличию самолетов и хорошей, так сказать, полосы, но и того самого, так сказать, здания... Терминала. Да, терминала. Как и где принимаешь лисы. Чтобы было комфортно и так далее. Абсолютно согласен. Но, вот, с одной стороны, да, вы говорите о том, что, так сказать, ожидались большие, так сказать, самолеты, борты, да. Но вот в этом, наверное, в какой-то степени просматривается или звучит некая, так сказать, недооценка в сторону малой авиации. Да, на самом деле, мне кажется, не стоит ее недооценивать. Знаете, я могу, скажем так, в защиту себя, да, в своей позиции сказать следующее. В этом году субсидированные самолеты, рейсы были запущены с Алматы, Симпалатинска, вот именно в нашу точку, да, на Алакуль. С Астаны, к сожалению, их не было. В связи с, даже Южное Небо, у которых вот малая авиация, да, маленькие самолеты, до 50 человек, они не могли участвовать в тендере, потому что там было указано от 50 выше. То есть, уже как бы по условиям их отсекают. Отсекаем, да. То есть, получается, это противоречие, словам главы государства. А те компании, у которых большие самолеты, они отказались участвовать. То есть, мы в этом году потеряли сегмент именно из Астаны. Очень много желающих было туристов, которые отказались, так как не было субсидированных билетов, а билеты стоили очень дорого. Вот, к примеру, я буквально вот прилетела в Сурумчи, билет нам стоил, обошелся на человека в одну сторону, 42 тысячи тенге. Два с половиной часа лететь. Ну, на Алакуль со стороны лететь полтора часа, час сорок пять. Билеты стоили до 60 тысяч тенге на человека. Почему же такая разница получается? Да, тут были только коммерческие рейсы. Вот такая вот проблема. Очень много в этом году бизнес потерял доходы, потому что брони были, а по итогу они не могли оплатить, так как не было билетов. Нам пришлось возвращать деньги. То есть, бюджет не дополучил налоги. Согласен. Не очень хорошая ситуация. Хорошо. Точнее, ничего хорошего. Ну, давайте, так сказать, продолжим. Господин Шентаев, вот если мы говорим о том, что с помощью как раз-таки системы малой авиации можно решать те или иные вопросы развития туристического потенциала в разных регионах страны. Сейчас госпожа Айт-Хаза-Хаза, так сказать, с горечью говорит о том, что, может быть, не до конца, неэффективно мы используем это направление. Ваше мнение? Вы знаете, добрый день. Как вы сказали, глава государства в своем послании очень точно отметил развитие малой авиации. И в целом мы тоже воспринимаем это как поручение для нас тоже, для нашей ассоциации. И мы работаем в направлении привлечения, сейчас уже начали работать в направлении привлечения инвестиций в эту отрасль. Да, вот коммерческие рейсы, они всегда будут дорогие, если на этом рынке отсутствует конкуренция. Должна быть здоровая рыночная конкуренция, когда разные авиакомпании между собой конкурируют, а государство, соответственно, выстраивает какую-то необходимую инфраструктуру. В этом случае, конечно же, мы будем иметь развитый рынок, развитые перевозки, качество будет обеспечиваться и так далее. То есть, на мой взгляд, здесь стоимости билетов субсидированием только вопрос не решается, а в том числе нужно привлекать новых игроков на рынке, чтобы вот эти услуги диверсифицировать, стоимости диверсифицировать. А что, на ваш взгляд, мешает появлению как раз-таки новых игроков? Емкость рынка, те самые, так сказать, недостатки в правилах игры, когда, так сказать, в тендерах отсекаются малые компании или что-то еще? Ну, на мой взгляд, все-таки здесь нужно работать с разными компаниями, которые и производителями, и перевозчиками. Да, конечно, здесь существуют вопросы по прозрачности, существуют вопросы по допуску на рынок, но в любом случае эти все вопросы решаются. В принципе, инвестиции в Казахстан привлекаются, инвесторы себя чувствуют достаточно комфортно в нашей стране. Я думаю, что Казахтуризм, мне кажется, Министерство транспорта сейчас очень активно заниматься. Я думаю, что в ближайшее время нужно ожидать вхождение на рынок новых игроков, в том числе мы тоже будем задействовать привлечения инвесторов из Италии. Очень хочу на это надеяться, но давайте попробуем сформировать более объемную картину. Итак, господин Юлисизов, ваша точка зрения относительно конкретно этого сектора. Пока мы говорим о транспорте, начале приключений туриста, когда он хочет попасть на казахстанский курорт. Пока еще о транспорте. В чем, на ваш взгляд, здесь основные вопросы, которые надо решать? Доставка туриста до места отдыха – это очень важная составляющая. Надо рассматривать здесь не только самолеты, то есть авиа, но и ЖД тоже надо смотреть. Я считаю, что если у нас сейчас пойдет массовый поток туризма, который мы хотим развивать, массовый туризм, то ни авиа, ни ЖД не смогут, потому что селетом, например, направление Астана-Алма-Ата, там все билеты уже заранее выкуплены, там не посадишь людей, например, если мы отправляли людей в Балхаш, в санаторий, то там уже билетов невозможно взять, летний период вообще забит. Поэтому самолеты тоже, самолеты такие, знаете, не новенькие, старенькие самолеты летают, поэтому и очень небольшие самолеты. Если мы хотим развивать, например, если мы хотим въездной туризм, если к нам будут приезжать большие группы туристов иностранных, то мы должны обеспечить им комфорт, мы должны поставить нормальные самолеты с нормальным поезда, чтобы это было нам не стыдно. У нас же еще страдает и автотранспорт, то есть у нас автобусы тоже не новые, как говорится. Хотя есть программа там, что обновление автобуса, там можно субсидироваться, но пока у нас автотранспорт тоже такой не очень. И тут вопрос еще, если принимать, развивать въездной туризм, то у нас еще такой вопрос стоит, как это с гидами-переводчиками, да, то есть я думаю, что и будет массовый туризм, у нас их будет не хватать. Здесь, да, но пока, так сказать, до переводчиков еще доберемся. Решить бы, что у нас с транспортными вопросами. Хочу спросить у господи Успановой ее мнение. Итак, то самое, так сказать, то самое начало отдыха для иностранного туриста, ну или наш собственный родной казахстанец, который куда-то этим летом отправлялся. Что касается транспорта, насколько, на ваш взгляд, турист был доволен или недоволен, чем и что, так сказать, необходимо изучать для того, чтобы улучшить положение. Спасибо большое, господин Слагулов, уважаемые поселители, добрый день. Ну вот, если мы все-таки рассматриваем сегмент именно по въездному туризму, то есть то, что касается именно иностранных туристов и их отдыха здесь, в Казахстане, и в целом именно касающихся вопросов малой авиации, да, и, то есть возможности их разрешения и решения, то, как бы, на мой взгляд, вот эти вот меры субсидирования, да, то есть они, безусловно, важны, но это больше, как бы, трость рабому человеку, да, то есть все-таки нужно работать над состоянием здоровья, да, для того, чтобы все-таки избавиться от этой трости, потому что туризм – это не столько, скажем, какая-то отрасль для бесконечной поддержки, все-таки это бизнес, поэтому, вот, на мой взгляд, все эти меры нужно рассматривать совместными усилиями, то есть это, безусловно, помощь со стороны государства в отношении, да, той инфраструктуры, о которой сейчас вот мои коллеги тоже говорят, то есть это и аэропорт, это дороги, то есть это, скажем, какие-то коммуникации, вот, все остальное должен делать бизнес, потому что, то есть авиакомпания же тоже бизнес, то есть для того, чтобы зарабатывать на тех или иных маршрутах, им нужны пассажиры, пассажиры – это туристы, и для того, чтобы они приехали туда, то есть недостаточно просто, скажем, одного аэропорта, да, то есть поэтому здесь необходим просто уже, мне кажется, мы уже давным-давно находимся в той стадии, когда государственным органам просто жизненно необходим диалог с бизнесом, и в конце концов решать все вот эти вот возможности потенциальной гостинации развития не внутри, да, вот, скажем, обсуждений внутри государственных органов, да, то есть между собой, именно на различных площадках, где совместными усилиями, да, то есть вырабатывается и план, да, то есть как бы и меры, как поддержки, господдержки, и того, что в течение какого времени данные господдержки будут оказаны, да, то есть бизнесу, и что ожидается от бизнеса, что бизнесу необходимо в первую очередь. И вот за счет вот таких вот, скажем, диалоговых, да, то есть решений, я уверена, что любые дестинации рано или поздно, они обязательно будут, найдут своего клиента, если не иностранного, то, безусловно, внутреннего туриста, потому что, ну, действительно, сейчас и внутренний туризм очень-очень сильно развивается, и казахстанцы, несмотря на все жалобы на стоимость тех или иных пакетов, так или иначе, они достаточно активно отдыхают внутри Казахстана, и это прекрасно, потому что туризм все-таки это не самая такая благотворительная, да, как бы, вещь, и она стоит каких-то денег. Безусловно, безусловно, я понимаю, да, если позволите, я просто резюмирую, так сказать, ваше высказывание, то есть вы имеете в виду, что если государство создаст достаточно привлекательные условия в виде инфраструктуры и прозрачных, понятных правил игры, то бизнес уже сам сюда придет, именно, так сказать, в виде перевозчиков, в виде, так сказать, предоставителей услуг и так далее, и, собственно, этот маховик начнет раскручиваться, и уже активное государственное участие вряд ли в будущем понадобится. Вы об этом говорите? Я немножко, немножко более такая рабочая, да, скажем, версия, да, то есть это в начале какое-то там обсуждение, согласование, да, то есть совместное госорганов МИО и бизнеса, что нужно, когда нужно, где нужно. Понимаю. То есть это вот в рамках рабочих проектов. И после этого уже, соответственно, государство в озвученные сроки, значит, предоставляет ту или иную инфраструктуру, с помощью которой в озвученные сроки бизнес, безусловно, делает уже свои какие-то, предпринимает какие-то меры для того, чтобы привести туда, к этому времени своих клиентов. Я понял. Спасибо огромное. Чтобы завершить тему транспорта, предлагаю посмотреть небольшой материал. Дело в том, что, ну, вот пока что мы можем констатировать, что приходится в ручном режиме, можно сказать, регулировать эту сферу. Авиарейсы запустят в курортные зоны Восточно-Казахстанской области. Сообщение наладят с Карагайским районом и городом Зайсаном, где запланировали реконструкцию действующих и строительство новых аэропортов. Так что гости из Алматы, Астаны и других регионов страны смогут добираться до национального парка в Алтайских горах и крупнейшего озера Зайсан всего за пару часов. Давайте взглянем. Продолжение следует. Горный Катун-Карагай пока предпочитают любители экстремального отдыха. Многих пугает дорога с многочисленными серпантинами. Поэтому инициатива главы государства раскрыть потенциал курортных зон с открытием новых авиасообщений имеет веские экономические и имиджевые для Казахстана основания. Глава регионального управления предпринимательства Ардак Мадиев прогнозирует экономический и инфраструктурный рост сферы туризма. В прошлом году Восточный Казахстан посетило более 370 тысяч туристов. То мы планируем в ближайшие годы ставим амбициозную цель об увеличении потока туристов в кратном размере. То есть в 2-3 раза. Вот эта амбициозная цель невозможно достигнуть, невозможно без строительства и реконструкции этих аэропортов. Мы рассматривали вариант старого военного аэропорта в районе села Саттай. Это как раз между Тарбагатайским и Зайсанским районом. Здесь, если бы мы там аэропорт построили бы, тогда данным аэропортом воспользовались бы 3 района у нас. Это Зайсан, Тарбагатай и Маркоколь. Миллиардные затраты на новый аэропорт в Зайсане наверняка окупятся за счет создания торгового аэрохаба. Рядом Китай с крупнейшей мировой рыночной экономикой. И трассу к воздушной гавани Омск-Майкопчегай сейчас ремонтируют. Вячеслав Фитлугин и Жигир Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. 24КЗ. Так, для того, чтобы продолжить, хочу еще одну цитату из послания привести. Она очень короткая. Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе. На ваш взгляд, если мы говорим о том, что необходимы серьезные, крупные, масштабные проекты в области индустрии туризма, то это всегда обычно связано, сопряжено с строительством, с возведением каких-то сооружений инфраструктурных и так далее. А вот как здесь тогда соблюсти этот самый баланс? С одной стороны, построить что-то нужное для развития туризма, с другой стороны, не навредить природе. Да, это очень важный вопрос, потому что иногда сам овертуризм, то есть перенасыщенное количество туристов, это все влияет как рекреационная нагрузка на дестинацию в целом и на самочувствие местных жителей также. Это очень такое явление, которое в мире очень известное, как вы знаете, в Венеции, в Дубровнике, Хорватии. Сейчас как со стороны бизнеса, так и со стороны самих туристов важно, чтобы у них было экологическое правильное сознание, чтобы мы, допустим, как бизнес строить такую более легкую форму месторазмещения, где это бывают инфраструктуры, в горной местности, где есть, в нацпарках имеется в виду, чтобы не испортить саму аутентичность. Пример можете привести? Например, если, так сказать, не ставить какой-то там, не знаю, пятиэтажный, десятиэтажный отель, так сказать, а вместо него? Глэмпинги. Глэмпинги, да. И, возможно, визит-центр максимально только в этом случае. И что имеется в виду с точки зрения туристов, это поведение, то есть само, как охранять природу, максимально экологично смотреть на, мы говорим, это футпринт, получается, опечаток, так скажем, человека, который он оставляет на тех иных локациях, ну, чтобы там не были мусор и все эти вопросы. Вот недавно, вот месяц назад мы заключили меморандум с известным крупным казахстанским эко-сообществом, Эко-нетфорк называется, где мы планируем сертифицировать места размещения туристические объекты Казахстана по стандартам Green Decinations. Это мировой рейтинг, который вошел в топ-100, даже топ-3 рейтинга мирового Green Decinations, где сейчас активно развивается устойчивый туризм. Поэтому сейчас и с нашей стороны, и со стороны бизнеса, в принципе, и заинтересованы в дальнейшем укрепить развитие, укрепить наши позиции и развивать дальше устойчивый туризм. Потому что в мире мы сейчас смотрим, интерес к ответственному туризму растет, и количество туристов, которые готовы тратить больше денег на устойчивый туризм, их количество увеличивается порядка на 15-20% в мире. То есть сейчас турист, который хочет посетить ту или иную дестинацию, он сперва смотрит, допустим, в Букинге или где-то там зеленые листья. Есть специальная категория, которая отвечает, что гостиница или месторазмещение использует различные методы устойчивого развития. То есть методы ТБО, как формировать мусор, как их обрабатывают, чтобы максимально было меньше влияние на окружающую среду. А исходя из этого, у вас уже есть какое-то понимание, какие направления или туристические продукты уже необходимо развивать на ближайшие годы? Ну, это, конечно, само собой, это отдельное направление туризма и отдельный блок. Потому что специально мы сейчас отбираем несколько национальных парков, с которыми мы сами тесно работаем. Это Катонгурга, отдельное направление, допустим, как раз-таки по устойчивому развитию. Алматинский горный кластер, где есть, как минимум, пять национальных парков в Айна-Ульске. То есть вот эти природные ресурсы, их важно сохранить. И важно, чтобы там было меньше человеческого антропогенного такого влияния. Но в то же время надо сделать так, чтобы нацпарк на этом зарабатывал умело и обеспечивал свои расходы. Ох, непростая задача, противоречивая несколько. У нас проводятся какие-то работы идеологического характера для того, чтобы повысить эмоциональный интеллект туриста. Допустим, очень много мы замечаем. Эмоциональный. Конечно, эмоциональный. Это туда и входит любить природу, не сорить вокруг себя, где он отдыхает. То есть если такая вот работа проводится, потому что мы со своей стороны, хозяева, мест размещения, мы все-таки эту работу проводим непосредственно с теми, кто к нам приезжает. Даже на озере Алаколь ребята, которые обслуживают, на катерах туда-сюда ездят. Они, даже вот каждый из них, когда отвозят туриста в какую-то локацию, просят, пожалуйста, мусор с собой не оставляйте, забирайте с собой. Но тем не менее, этот мусор везде остается. То есть не будет ли это так же плачевно в таких вот прекрасных местах, не затронутых? Может, стоит это уже со школы, я не знаю, как-то внедрится? Как раз так я это хотел сказать, продолжить. Действительно, это вопрос воспитания же туристов, людей в целом. Даже со школы, с садика. Да, даже так, да. Потому что, в нашем понимании, эмоциональный интеллект больше мы используем в межличностных отношениях, контактах. И в плане туристов мы предлагаем различным, говорим, чтобы максимально беречь природу. Ответственные туристы обычно такие делают, с собой убирают. И что важно, когда мы, оказав туризм как национальная маркетинговая компания, мы таргетируем те страны, где большинство туристов является ответственными туристами. У нас есть международные рынки, европейские страны, США, другие страны, развитые страны. Почему мы делаем именно ивенты, мероприятия на эти туристы? Потому что туристы из этих стран являются более-менее, так скажем, ответственными. С одной стороны, да, но с другой стороны... Видите, здесь Казахстану в этом плане массовый туризм как таковой не нужен, нам нужно качество. Посмотрите, есть данные о том, что международное исследование показывает, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах 4 часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока. Ну, скажем так, европейские сюда не особо подпадают. Но, тем не менее, тем не менее, господин Шентаев, если я не ошибаюсь, у вас есть достаточно большой опыт по работе с итальянским, да? Разрешите добавить момент? Здесь, как вы сказали, когда мы говорим европейский рынок, он же большой, вы же видите, когда во время всемирных игр кочевников, сколько европейцев было. Даже из Великой Британии. Да, из Великой Британии, допустим, когда мы приглашали на всемирные игр кочевников, там солд-аут, то есть все билеты были распроданы еще в апреле. То есть интерес к намадизму, неономадизму, к этно-туризму Казахстану, казахской нации, она высокая, даже если это Америка или Канада. Хоть из Бразилии прилетали, так что... Теперь правильно воспользоваться этим интересом надо. Да, конечно, вот вопрос другой, да, и при поддержке, вот смотрите, имейте в виду, при поддержке как раз-таки ассоциации господина Шентайра, количество туристов из Италии еще там вкратно увеличилось. А вот я хочу, чтобы господин Шентаев об этом сам рассказал. Пожалуйста. Что привлекает итальянского туриста, на ваш взгляд, в первую очередь? И как его не разочаровать? Сейчас, вы знаете, что с прошлого года у нас летает прямой рейс из Милана в Алмату, и с этого года у нас открылись рейсы из Милана в Астану. Это, во-первых, транспортная доступность, во-вторых, Казахстан все-таки является страной такой, еще для европейских туристов неоткрытой. То есть наши члены ассоциации уже серьезно работают в направлении привлечения туристов. На мой взгляд, вот в начале октября, в конце сентября уже несколько год запланировано. Впервые в этом году крупнейший туроператор Альпитур включил в Казахстан свой каталог, то есть Альпитур Ворлд включил в Казахстан свой каталог, и все компании, которые находятся под системой Альпитур, они все получили доступ к турам в Казахстан. То есть они его онлайн продают и собирают туристов, и группа сейчас очень серьезно собирается. На следующий год мы будем увеличивать эту работу, усилять, и в следующем году у нас еще несколько сотен туристов будут из Италии. То есть здесь очень важно, вот я хотел поддержать, Казахстан сам является большим рынком туристическим. Ежегодно мы из Казахстана, по данным Назбанка, может быть у вас корректнее данные, но мы из Казахстана ежегодно вывозим на туристические цели от 2 до 2,5 миллиардов долларов на отдых. Это те же Таиланды, Египты и так далее, и так далее. То есть инвесторы, даже казахстанские инвесторы готовы создать условия, чтобы эти люди не ездили туда, а тратили свои деньги внутри Казахстана. И в целом я бы хотел сказать, что и казахтуризм в этом направлении очень серьезно работает, и нам помогает. Мы несколько фам-трипов сделали для итальянских журналистов. Буквально сегодня один из крупных журналов в Италии опубликовал репортажи о Чаринском карьере. Да, вы что? Здорово. Но с другой стороны все равно остается вопрос. Хорошо, мы привлекли туриста, я не знаю, реклама или еще как-то. А вот он сюда приехал, вот на ваш взгляд, госпожа Казахстана, так сказать, будет ли он очарован или будет ли он все-таки больше разочарован? И что делать? К сожалению, наша природа, конечно, очаровывает, но инфраструктура, она разочарует. И хотелось бы все-таки, чтобы эти работы, которые проводят казахтуризм, ассоциации, да? Местные исполнительные. Нет, как раз-таки вот работы казахтуризма и ассоциации по туризму и уже государства шли наравне. Не так, чтобы они уже договорились, завезли, а здесь ничего не готово. То есть нужно все-таки хотя бы у нас уже добить, скажем, вопросы элементарно с туалетами, да, которых у нас, к сожалению, нет. Ну, даже если вот по автостраде путешествовать, у нас их не хватает, у них это элементарно, самое как бы то, что нужно. Вот. Также хотелось бы сказать, вот сколько туристов, казахстанцев выезжает из нашей страны, и каждый из них уже имеет опыт, и они могут сравнивать. То есть нам не надо ждать отзыва от туриста, который приедет извне. Нам достаточно, чтобы казахстанец, который поехал в Турцию, в Египет, там, в Таиланд, приехал, и уже он знает разницу. Да, но пока есть такой грустный анекдот, что если, так сказать, два казахстанца встретились где-то на зарубежном курорте, то один из другого обязательно с грустью спросит, что у тебя тоже денег на боровое не хватило, да? Я хотел добавить про экологию, да? Вот. Я действительно согласен, что нам не нужно ориентироваться на массовый туризм, а принимать качественного туриста. Потому что у нас, да, они могут нашу территорию, там, где-то затоптать, где-то что-то не там. Вы знаете, у нас такие растения, которые в Казахстане растут, да, и они входят в Красную книгу. Но многие не знают, могут там сорвать или еще что-нибудь. Так что, что нам теперь только шейхов принимать? Не, не шейхов, но это... Но я вам скажу, что у нас больше, наверное, засоряют не иностранцы. Они приезжают группами, их сопроводили, увезли. Больше всего у нас от внутреннего туризма, то есть от местных жителей, которые могут выехать дикарем куда-то, вот, и там навести такой хороший нам беспорядок. Я вот, когда на рыбалку вот выезжаю, вы говорите, да, далеко как бы, ну, реально по Астане, да, вот поедешь на рыбалку, ну, вот просто я наблюдаю, приезжает семья с самоваром, бешпарматом, они покушали, попили, все это бросили и уехали. Я потом хожу, это собираю за ними, да? Вы, по-моему, право, действительно, надо действительно не со школы, а еще с детского сада прививать это уважение к собственной... Ну, и сейчас уже надо как-то вот агитационную работу вести и как-то узнать, вот, например, какой-то там, не знаю, это может быть, вот этот доход от туризма, мне кажется, должен оставаться вот в той местности, да, вот, чтобы, например, жители знали, да, что они приняли столько гостей, да, что эти деньги остались в ихнем ауле, вот, что они могут им распространять, и они тогда, наверное, это было наглядно. Да, и они, наверное, сами будут следить за этим порядком. Я сейчас одну рыбалку, извиняюсь. Так, у нас осталось буквально 30 секунд или минута, мне бы хотелось, чтобы госпожа Успанова напоследок все-таки тоже высказалась. У вас очень мало времени, если успеем, то вы, господин Турсон, так сказать, тоже завершите. Итак, госпожа Успанова, ваша рекомендация? Да, ну, безусловно, безусловно, поскольку я работаю именно с рынками Европы, этот туризм для них является самой главной интересной активностью. Ради этого, собственно, они приезжают к нам, поскольку у Казахстана есть чек пока еще похватиться, удивить и очаровать. Но при этом, безусловно, у каждого национального парка есть свои, да, то есть, как бы, скажем, узкие горлышки. У кого-то недостаточное количество посетителей, у кого-то слишком их много. Поэтому сложно вот так вот под одну в ребенку о каждом национальном парке рассказать. Но при этом, то, что вот сказал господин Турсон, да, то есть, в отношении устойчивого туризма, я бы немножко, скажем, отметила, что это не, сейчас это уже не тренд, это уже стандарт. То есть, мы сейчас пока обсуждаем, что вот в Казахстане нужно с уровня детских садов начинать воспитывать наших детей, то на странах Европы, странах Европы, это, к сожалению, уже очень давно-давно... Я прошу прощения, я прошу прощения, госпожа Распанова, у нас время эфира закончилось. Господин Турсон, одним предложением. Одни предложения. Продолжение или просто просьба, чтобы на следующих, также наших, дай бог, прямых эфирах были, эфирах, да, были представители и местных эксплуатационных органов, аэропортов, министерства транспорта, потому что туризм – это кросс-индустриальная сфера. Здесь нужны усилия и участие всех сторон. Будем их приглашать. Увы, на этом время наша программа закончилась. Мне осталось только передать слово моему коллеге из редакции новостей на государственном языке. Азамат, приветствую. Что нового в стране и в мире? Кешар Кайржан, я сіздердега тақырыпта көріп отырмыз. Аллах, Германия канцлера Шольц-Мырза Астанаға дәліказыр келді, және мемлекет башылысы Касым Жумар Токаевпен, келдің дамуы климаттың өзгерігі ғорталға Азиядаға саясатқа ғатысы біршамакезе сүлдергөтті. Бүгінгә шоқылы Ақпаратта осы және үзгердегі Ақпараттарда айтасы бұламс. Будем ждать, посмотри. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Я думаю, продолжим разговор на эту тему в следующих эфирах. А пока дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КЗ. Увидимся завтра. Всего доброго. Бүгінгә шоқылы Ақпараттарда айтасы бүгінгә шоқылы Ақпараттарда айтасы бүгінгә.